всем привет наконец-то выбрался смочить жабры в общем бродила где-то минут 20 пока не наткнулся на куст и очень много сазанчика было и сазанчики были достойны и буквально зашел и туда и вот меня сразу же встречает два неплохих сазанчика я обнаружил то что возле этого куста прям но полностью все изрыто в этих кратерах но естественно захотелось мне у него заглянуть камыш был густой правда кое-как через него пробирался не получилось не бесшумно так сказать подкрадываться к рыбке но тем не менее скажу наперед пара неплохих трофеечков я добыл охотился я утром время где-то 8-9 утра и примерно в это время как солнышко уже начинало потихонечку прибегать рыбка начала заходить в камыши и сазан был очень активно пару штук я видел которые стояли которых я добыл было очень много промахов не буду говорить почему все знают чем мешает плохому танцору я считаю это была пристрелка охотился я на глубине плюс-минус метр пытался делать небольшие залежки таких вот . но результатами никакого не принесли потому что сазан стоял в плотном камыше обратите внимание вот он сазанчик неплохой и что это был промах амортизатор почему-то так запуталась крутила при выстреле не пойму почему может это неправильно не так через раз бывает не знаю чем причина блин до сих пор вот смотрю и не пойму почему глупого вот это что прошел тоже еще один плохой сазанчик вот еще красавчик честных там было очень много я прям обалдел так сказать кайфану прям конкретно встретил я парочку прям довольно неплохих особей но на камеру передать них не получилось так сказать краем глаза их цеплял прям действительно достойный один был я думаю килограмм на 8 10 но заметил я его слишком поздно и на мое удивление я не встретил ни одного карася обычно их очень много в таком камыше а на воде была такая прям неплохая волна естественно буднячок был видимость метра полтора ну а в камыше до трех метров доходила спокойно в общем было комфортно глаз швырить не приходилось вот сейчас я жду денек чтоб стилевая погодка была хочу выскочить на чистом проходится хочу попробовать добыть сомика судачка сразу говорю кроме созна я никакой другой рыбы здесь не увижу да будет там красной корочки маленький пару штук достойных красной перок видел таких в районе полкило но больше ничего другого я не встретил посмотрите какие шикарные просто проходы и он должен он должен просто косяком по нему идти но к сожалению нет только в плотном тростнике плавно перекатывается он там вот он вот он вот он красавчик ух какой вот снова запутал аж был этот амортизатор это второй мой досадный промах второй пристрелочный выстрел сосанчик был в районе где-то но я думаю два с половиной три килограмма очень приятно вот я как слон по этим камышам ломился пробовал потихонечку естественно терся весь этот камыш скрежет стоял тем не менее рыбка подходила и подпускала себя потому что камыш плотная она меня так быстро не замечала не чувствовала на меня вот здесь прям шикарное место но почему-то здесь его нет делал небольшие залежки секунд по 10 по 15 то что рыба была активная ходила такие залежки ну как так сказать еле-еле передвигался пальчиками поднул да было бы приятно бы охотиться в таких вот пятачках где я могу повернуть ружье так сказать то что ружье у меня не короткая 65 сантиметров мне неудобно находится в камыши другого у меня нет как-то получается по чуть-чуть по чуть-чуть конечно много досадных сходов но ничего страшного прозрак вообще идеально не ожидал его там встретить волна на реке была хорошая охотился я на нашем любимом маныч и не первый раз и приносит мне трофеев ну конечно такое количество рыбы я не ожидал срезать очень приятно удивлю вот это вот мне интересно почему так мышь прям как-то срезаны я думаю вряд ли кто-то сюда пробирался ловил на удочку на лодке потому что настолько густые заросли я еле-еле пробирался вот он красавчик я его добыл это первый мой трофей за сегодня достойный сазанчик в районе двушечки красавец настоящий дикий сазан манычский не знаю почему но для меня они намного приятнее чем любой там карп или еще что-то другое это очень сильная рыба на улочку ловить сплошное удовольствие даже небольшой когда килограмм полтора столько эмоций дает при вываживании все-таки меня посетила мысля заплыв туда на лодке закормить пару окон и попробовать на удочку на поплавок на длинную пятиметровую удочку есть например неплохие окна если так спрятаться как-нибудь за камушек стать я думаю получится дедуля уже предложил он меня поддержал возможно скоро мы туда выберемся нет интересно почему-то я ни разу там не встречал белого амура интересно почему я знаю что он есть есть в реке его хватает но почему-то ни разу не встречал сомика встречал в начале лета белого амура ни разу но вроде это как бы его кормовая база он должен там пастись но попробуем походится по чистой воде но возможно там не получится найти глубины конечно небольшие такие до 3 метров но может быть может быть он будет там честно вот нырял чисто и знаете как в степь нырнул там там кушерик там кушерик ну никого там окуньки плавают не знаю сейчас вроде рыбка естественно она более активная середина сентября она кормится наедается перед зимовкой думаю получится что-нибудь найти по камушу естественно что хорошо уходится на такой мелкой ловине в общем дыхание задерживать не надо трубка наверху отдыши себя спокойненько аккуратненько тихо и все на чистой воде да там надо уже конечно нырять делать залежки так сказать тренировать организм тоже вышел без перчаток надо было хоть рабочий с собой взять хоть какие-нибудь блин руки по порезал себе в этот камыш много порезов и губы порезал себе ну очень плотный камыш есть да вот такие вот окна не спорю если но чтоб к ним пробраться не везде есть проходы приходится ломиться вот такой вот косячок малька скорее всего плотва ну или какая-нибудь верхоплавка уклейка вот они вот они красавцы блин она создана лишь а для меня это самая интересная охота это очень красивая рыба очень сильная я бы даже так сказал благородная неприятно на нее охотиться такие как знаете как коровы на лугу я одного застал прям за кормежкой на дне он так посмотрел на меня ртом помплым помплым такой му-му-му хороший был тоже естественно я его встретил перед собой уже накрою камыша пока я там грузья поверну на него то все не получилось вот на ребятки вот он оба иди сюда этого я добыл к сожалению села батарейка у меня нет снял я его такой в районе 3 килограмм был сазанчик охотился где-то всего может часа полтора ну просто как слон ломлюсь ну ничего я нахожу рыбку все равно да конечно если бы аккуратней возможно бы добыл бы больше рыб ну больше не надо мне кажется я достойно количество так сказать рыб добыл мне хватит чтоб прокормить семью чтоб не зря так сказать не впустую провести время что-то добыть нам уже было конечно и больше его нагрохать там часа на три на четыре задержаться но надо же другим людям оставлять вот он стоял весь вся рыба была от края камыша ну получается прям по центру я шел там кто местных то знает от края камыша 10 метров 15 глубже там уже камышок пореже чуть-чуть вот как видите такой и вот вся рыбка была там практически ну предыдущего сазанчика да я уже на выходе взял на выходе из камыша вот он вот он преследую преследую хороший блин ну промах через камыш белого ну это конечно это не отговорка я не спорю так ну вот и все ребят на этом промахе я закончил свое ходу всем удачи всем хороших трофеев все всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки скоро будут новые ролики сделаю как я охотился на чистой воде покажу вам расскажу может что-нибудь из этого хорошее получится пока рыбка есть будем охотиться будем выезжать постараюсь почаще конечно все всем пока пока